Водозабор Кольное был построен заводом электронных приборов в 1954 году. На нем было расположено 6 скважин, через которые подавалась артезианская вода для предприятий и населения. После банкротства завода в 2002 году водозабор был выкуплен частным лицом. Выкупил для того, чтобы подавать артезианскую воду для населения через сети водоканал города Рязани. До 2010 года водозабор успешно работал. Предприятие должно было расширяться, чтобы подавать артезианскую воду для третьей населения Рязани. Были сделаны еще 6 скважин, вся территория была облагорожена. Однако в 2010 году водоканал Рязани расторг договор с организацией, пояснив, что сотрудничество экономически невыгодно. В марте 2012 года на временно неработающем водозаборе произошло затопление. После череды этих событий бывший руководитель водозабора Кольное вовсе узнал, что больше не является ни директором организации, ни ее учредителем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по мошенничеству в отношении неустановленных лиц. И возле нынче там порядка 10 раз уже возвращали на доследование. Любому юристу ясно, что есть преступление, имущество и взяли. С 2013 года бывшему руководителю не удалось добиться справедливости. Ни одного объекта мы не получили до сих пор. Здесь я получил только через службу субъемного исполнителя, получил одну артезианскую скважину. Так мне даже не выделили земельный участок. Согласно СанПИН, должна быть зона строгой охраны первого пояса, не менее 30-50 метров. Мне дважды земельный департамент отказал. Теперь же все 12 скважин глубиной по 200 метров не только не охраняются, а начиная с весны 2019 года они засыпаются землей и заливаются цементом. Хотя публичные слушания о переведении этой территории из зеленой зоны в территорию под застройку жилыми домами и магазинами состоялись лишь в канун Нового года. На публичных слушаниях, когда мы присутствовали, администрация города по сути к нам не прислушалась, потому что было в районе 40-50 человек. Все были против, поднимали руки и выражали свое недовольствие. Жильцы окрестных домов собрали подписи всех, кто против точечной застройки на территории водозабора и отправили их в администрацию города. Также они надеются на губернатора. В ноябре он сам говорил с министром строительства Рязанской области о том, что нужно прекращать точечные застройки. Представители общественных экологических организаций также на стороне местных жителей. Вот сейчас ветер, выбросы с заводов продуваются. Если здесь мы поставим очередные дома, то есть это будет обмен воздуха снижен. Экологи переживают, что от новых высоток концентрация выбросов с южного и восточного промузлов повысится здесь в несколько раз. Еще одна проблема заключается в том, что новые здания планируются строить прямо на скважинах. В этом же месте протекают подземные ручьи и реки. Жилой комплекс «Багратион» 10 лет назад уже пострадал от соседства с этой природной зоной. Дом в процессе строительства уже давал трещины. На нем шли аварийные работы по удалению этих последствий оползания грунта. И, соответственно, поскольку протекание ручья подразумевает наличие алювиальных легких наносных почв, любое забивание сваи рядом с нашим домом грозит нашему зданию новыми трещинами и превращение нашего жилья в аварийное. Когда люди покупали здесь квартиры, они не знали о соседстве со скважинами. Теперь мы об этом знаем и, конечно, хотели бы сохранить, потому что, так как живем в этом районе, и воду нам поставляет Дядьковский затон, вода с запахом, уже не раз все тоже жаловались. И хотелось бы, конечно, чтобы город обратил внимание на вот эти проблемы и прислушался к гражданам своего города. И все-таки повлиял на изменения в генеральном плане, потому что это все-таки серьезные изменения. Несмотря на то, что скважины сейчас засыпаны, а предприятие развалили, бывший руководитель водозабора Кольное готов продолжать подавать чистую воду рязанцам. Он отметил, что очистить скважину легче и дешевле, чем ее пробурить снова. И даже одна скважина может обеспечить близлежащие дома водой через водовод. Все это можно, кажется, сделать. Можно меньше получать дивиденды, доходы. Ну, пускай народ, кажется, берет, кажется, не такой же, он богатый у нас. И ему, кажется, надо все это помогать. Вода в этих скважинах не требует обработки. По всем параметрам она вписывается в санэпидемнормы. Рязань в данный момент теряет огромный ресурс. Хотя по закону того, что происходит сейчас, быть не должно. Когда завод электронных приборов продавал водозабор в частные руки, в договоре четко было прописано, что функции этой территории не должны меняться. Водозабор должен использоваться только для добычи подземных водных запасов. Каким образом сейчас происходит захват стратегической территории, остается загадкой. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...